Я бы сказал еще один момент. Сейчас создается иллюзия, у очень многих создается иллюзия, что они могут как-то подготовиться и заранее все разведать, и заранее знать, вот тут и там, они там по улице, Google Maps, они там по улицам уже ходят все посмотреть, они кофе будут пить, они посмотрели то и все, они выбрали школу, они уже знают там, они все знают, и они не понимают, что когда они приедут и физически окажутся вот тут, это будет не то, что они себе думают. Вот эта иллюзия доступности информации абсолютно... Я думаю, что это не связано с доступностью информации, я думаю, что это все-таки связано с тем, что люди не представляют жизнь и неправильно set expectations. Опять, я знаю людей, не буду говорить кого, даже не так, даже совсем. Когда я летел в самолете в Америку, да, мигрант, мигрировал, значит, я познакомился в самолете с парнем, который тоже летел из Финляндии, смешно было прямо. Значит, русский парень, ученый, но он себя нашел, физик, но он себя нашел в том, что он занимался техническими переводами с английского языка глубоких, серьезных книг по физике. На русский? На русский. А кто за это платит? За это платила ему Академия наук. Хорошо, так. И мы почему и зацепились, потому что я физику знал, знал, уже ничего не знаю. Он что-то знал, то есть у нас были интересные разговоры, и мы потом, когда поселился, я в Ричмонде, и он поселился в Ричмонде, в Сан-Франциско, большинство русских туда или в Сан-Сен попадают. Мы еще встречались. Значит, он ехал в Америку с глубоким идеальным знанием английского языка. Как он думал? Вот, как он думал. Переводя серьезнейшие книги по физике, его страшнейший стресс на третий день был связан с тем, что, когда он пришел в магазин купить, ну условно, потом хлеба и пакет молока, он не мог объяснить, что он хочет, и он не мог понять, что ему отвечают. Это быстро проходит? Это проходит быстро, но весь поинт заключается в том, что надо set right expectations. То есть он не знал, что его будут ожидать, он был очень уверен, что что угодно, но языковой проблемы у него не было. То есть ожидания, которые у вас есть, должны быть реалистичными, но те, которые у вас есть, не обязательно реалистичные. Потому что ощущение такое, что если это мои ожидания, то они реалистичные. Причем они могут быть реалистичные не потому, что вы неправильно их создаете, а они могут быть неправильно элементарно потому, что вы просто не знаете, что здесь. И ходя гугловским мэпом по улицам, вам кажется, что вы знаете все об этом кофешопе. Вы не знаете таких элементарных вещей, как платить в кофешопе. Вы думаете, вы знаете. И, наверное, это не будет проблемой. Я расскажу интересную вещь. Я уже 20 лет прожил в Америке, и тут приезжает одногруппница нашей из Института связи. Сексабильная такая женщина. Несмотря на то, сколько лет прошло, она и тогда была очень ничего, и сейчас тоже классно. Короче, у нас тут несколько есть однокашников, и мне говорят, значит, Миша, ты ее вот гуляешь вот в такой-то день. Я, значит, подъезжаю, сажаю в машину, она с детьми. Ну, дети-то уже взрослые, достаточно взрослые. И мы куда-то едем, там, в Монтерей. В общем, она мне говорит, ты знаешь, вот все здорово. Она говорит, вот так у нее впечатление. Она еще курит. Уже уважаю ее. И говорит, ты знаешь, ну вот все ничего. И страна, и все, и тут чисто. Ну, Миша говорит, ну что же они, блин, кофе подают в бумажном стаканчике. Я говорю, так они, наверное, этот кофе имеют, потому что ты уйдешь с ним. Она говорит, ну да. Она говорит, ну вот мы же сидим с этим кофем. И я, значит, подумал, а действительно, что же они так? Потом я соображаю, что в Старбаксе все время стоят перебернутые. Ты можешь заказать керамическую. Я этого еще не знаю. Но я помню, что у них стоят такие керамические чашки. Я же вижу, или там фаянсы. Они стоят, я думаю, еще жены-то стоят. И где-то мне на форуме, там пишут, Миша, вы можете попросить, и вам нальют чашку. Я иду туда и говорю, а в чашку можно? Они говорят, можно, еще 10 центов скидка. За чашку 10 центов скидка. Чтобы не было ресайкл. Ну, да, ну им помыть надо, конечно. Но, во всяком случае, по умолчанию наливают в бумажный. По умолчанию. Но по не умолчанию, ты можешь сказать... Я просто чему говорю? У меня никогда не было мысли, я совершенно спокойно пил из бумажного. Даже местный может не знать. А как же мне приедет? Я уже 20 лет тут жил, я тебе больше скажу. Если бы я видел хоть одного человека в Старбаксе, который бы пил из фаянсовой, я бы обратил внимание. Ну никто, понимаешь? Ну никто. Ну, Миш, жена у меня, мы ходим когда в Старбакс, мы вот по выходным куда-то едем, заезжаем в Старбакс, позавтракать, выпить кофе. Да, вот в тот же день мы, например, в Кармел едем куда-то. Да. Она просит, не она, а я для нее прошу кофе в этой керамической, фаянсовой. Ну, но... Потому что она, любитель кофе, не может... Почему я не могу? Почему я не хочу ее брать? Потому что она тяжелая. Я беру легкий стаканчик, я взять кофе, она тяжелая. Ну, это может быть привычка, это может быть миллион, условно миллион. Много причин, по которым вы пьете из пластиковых стаканчиков, включая удобство, правда, конвиниенс и... Случай был, значит, у нас тут Перенюк один был, а его папа, он в Москве, он член Кор академии наук России, и он директор какого-то химического института. Хрен его знает, я не могу сказать, такой мужик, он приехал, значит, и они к нам домой пришли, значит, там большая компания была. И вот папа, а он такой, ну лет, года 52, такой мужик классный, вот, это было лет, там, не знаю, 15 назад, и мы, значит, там собираемся, в то время мы еще там могли выпить, и так далее. А сегодня что, уже нет? Ну, уже, 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 а кто сейчас вот соберутся, кто там бьет? Уже и не соберешь, так народу, ну, не важно. Ну, не важно, это я, на самом деле, провоцирую. Значит, сидим мы на улице, тут, так все, столик накрыли, все нормально, и, значит, там водочка. И у нас такие стали, ну, так вот, пластиковые стакашечки, значит, ну, мы там эти стакашечки, там водочку разливали. И вдруг он чуть не заплакал, он говорит, ребята, говорит он, что это? Нет, 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 он говорит, ребята, а хрустального у вас нету? Я говорю, как нету? Почему же нету? Принесли ему хрусталь, и тут у него это отошло, и он налил хрустальный радостно. И так как-то, знаешь, вот это, и она даже кофе не могла пить из бумажного, понимаешь? Дело привычек. Да, да. Ну, вообще, этот пример, этот пример говорит, возвращаясь, да, к expectations. Да. В очень многих случаях, когда люди сюда приезжают, они не имеют представления о каких-то таких мелких, глубоких, вот каких-то опять мелочах. Да. Они, по большому счету, на высоком уровне, да, уже определились, в какой квартире будут жить, в какой Starbucks они будут ходить кофе, но убивают нас всегда мелочи. А говорят, знаешь, я вот не чувствую, но люди приезжают, я говорю, вот как там, вот только прошлись, знаешь, вот вышли, прошлись, пришли в кофе. А как? Говорят, пахнет цветами. Цвета? Говорят, цветами, я не чувствую уже. А они говорят, цветами пахнет, такой запах. Еще вопрос. Вот очень многие говорят, что в Америке улыбки у людей неискренние, и что лучше пусть он искренне там покажет, что он тебя ненавидит, чем вот так вот подлинненько, значит, тебе улыбается. Ну, это интересный поинт, я могу частично согласиться. Насчет вот неискренности улыбок. Вот, неискренности улыбок. Ну, во-первых, о втором поинте, о ненависти, да, понятно, что совершенно незнакомый человек на улице, у него нет повода тебя ненавидеть. Поэтому, наверное... Так он всех ненавидит. Почему? Ну, не тут вот так, а где-то еще. Вряд ли. Если он всех ненавидит, мы уже имеем проблему, мы имеем исключение, а не правило. Ага, хорошо. То есть, в большинстве случаев, я все-таки, мне кажется, что жизнь в людей не построена на ненависть или к обществу, или к индивидууму. Общая жизнь, условия жизни могут привести к тому, что он ненавидит себя, всех друг. Наверное, но это исключение из правила, да, это exception, скорее, чем правило. Я думаю, что многие наши зрители скажут тебе, что вот они пока до работы дойдут. Они уже все на свете ненавидят. Нет-нет, их уже там, как следует... Поняли. Может быть, я не знаю. Но именно поэтому на это я всегда отвечаю, Миша. Поэтому я не там, а здесь. Да, я понял. Хорошо. Итак, значит, да, действительно, в большинстве случаев американская улыбка фейка. Но она ничего не подразумевает, она не подразумевает вообще ничего. Я на протяжении многих лет издеваюсь... Но это не гримаса. Это не гримаса абсолютно. Это чисто вежливая просто улыбочность. Муровер. В очень многих случаях, когда вы идете по улице, они с вами здороваются. Да, и улыбаются. Но при этом и улыбаются, и здороваются. При этом американский метод здорования... Не подразумевает отношения. Да, это вопрос, как дела. Причем, когда они задают этот вопрос, он не подразумевает ответа. Но это создает какую-то немножко позитивную атмосферу. Я, кстати, над очень многими американцами над этим издеваюсь. Тут есть тонкость вот какая. Если вы идете по улице, там совершенно незнакомый человек. И каким-то образом вы с ним схлестнулись взглядами, пересеклись. Они в этот момент говорят... Да, привет. Они могут сказать хай, улыбнуться. Не то, что вот ты идешь, и он где-то тебя добегает и говорит привет. Но вы пересеклись. Вы каким-то образом сошлись. Вот ваша энергия. Фейковая... Фейковая улыбка. Ненастоящая, неискренняя. Да. Да, она действительно фейк, она ненастоящая. Но когда к ней привыкаешь... Вот еще интересный момент. Когда я приехал первый раз в Россию в 2004 году, для меня начался безумный депрессняк от того, как люди все хмурые идут по улице, не только никто не улыбается. А метро. Ужасно. Но все, помимо этого, никто тебе в глаза не смотрит. Все люди смотрят себе под ноги. И для меня это был такой вот страшный депрессняк. И... Дело в том, что когда американцы вам улыбаются, и вы понимаете, что это фейк улыбка, если вы ее не воспринимаете как дружественную улыбку, а просто воспринимаете как часть более теплого, более светлого инвармента, то вы с этим можете спокойно жить. Муровер. Со временем вы настолько к этому привыкаете, что если вы попадаете в условия, где этого нету, вот скажем, в Россию, вам становится плохо. Я думаю, что вопрос о фальшивости американской улыбки является на самом деле, весь этот вопрос, является ответом на рассуждение о том, что в Америке отношения между людьми какие-то, что все спокойные, дружат, дружелюбные, улыбаются и говорят, так это же не настоящая улыбка, он же не то, что тебя лично обрадовался. Слава Богу, что он не обрадовался лично мне. Дело в том, что вообще возникает, если философски подумать, значит, вот этот вопрос, фейк улыбки, искусственные улыбки. Фальшивые, да. Фальшивые. Фальшивые улыбки тоже надуманный вопрос. Просто, если тебе кто-то улыбается, почему под этой улыбкой должно что-то стоять? Или может на тебя кто-то смотреть зверем, или кто-то улыбаться? Пусть улыбаются. Я помню, когда перестройка там началась, и вот этот разговор пошел о том, что можно все, что не запрещено, потому что концептуально в СССР. Там жизнь была такая, допустим, ты переходишь и скажешь, а можно я вот там что-то... Первая мысль, которая возникает у того, кто тебя слышит, он говорит, что эта сволочь хочет учинить? Поэтому запрещено было все. Не только то, что там... А даже то, что вообще про него никто слова не сказал, оно сразу было запрещено. То есть по этому вопросу... А можно? Ответ был нет. Еще до того, как ты закончил свой вопрос. Нельзя. Почему нельзя? Потому нельзя. И... А дальше говорят... Все, что не запрещено... Знаешь, это свежий ветер дует, перестройка говорит... То, что не запрещено, все можно. Это вообще беспредел такой. Понимаете? Хорошее слово. Да. И тут, значит, что получается? Здесь как бы... А здесь обратная концепция, да? То есть, если не запретили, то делай на здоровье. Вообще всем пофиг. Да. А если только ты не стал делать что-то, чего... Наступает на их права, или на их спейс. Да. И вообще всем безумно. Даже если ты делаешь что-то, чего, может быть, и не очень-то можно, но при этом никому дела нет... Им всем наплевать. Всем наплевать. И примером тому может быть... О, это, кстати, хороший момент, который я хотел сказать. Да. Я обратил внимание, что вот после этого двух- или трех-минутного эпизода с Астон Мартином, да? Там в комментариях и прошлись по моей рубашке, и по туфлям, и по серёжке, и что я там... Это же физическое место, да. Да. Как этот... Деятель в России с кем меня сравнили? Деятель культуры, я не знаю. Да. Ну, с кем-то. Ну, неважно. В общем, я обратил внимание, что какое количество энергии было потрачено не на контент, а, скажем, на меня. На формат. Да. И я просто это к чему хочу сказать, что я принимаю участие в определенном количестве каких-то политических форумах, я всё-таки политически активный. Да. И мы создаем иногда провокации между собой, да? Какие-то политические разговоры, провокации, обсуждать. Эти разговоры никогда, практически ни при каких обстоятельствах не выходили за уровень контента. А там, например, вот, скажем, моё воспоминание, да? Допустим, вот человек, ты ему что-то говоришь, и ему нечем возразить, нечем крыть, что называется. Он переключается на тебя лично. Он говорит, ты, сука, такая, там... Или говорит, а пошёл ты! А потому что это защитная реакция. Это элемент... А почему надо что-то отвечать? Это культурный элемент. Это элемент культуры. Или согласись. Здесь. Он не берёт этого лично. Ему нечего отвечать. Он говорит, ты знаешь, да, надо подумать, что-то в этом, может быть, есть. Да, он никогда это... Причём, это не значит, что здесь люди культурнее, черта. Но у нас всё время, вот я же там общаюсь, вот, в этом своём канале, там и так далее, и там люди постоянно на меня лично... Выезжают. Ну да, но не относятся. Ну какая-то тема. Ему что-то не понравилось из того, что я сказал. Значит, он не говорит, что вот, я считаю, что вот это не так, а так. Он говорит, ты такой сволочь, там, и так далее. Абсолютно. Вот, то есть... Уровень как, знаешь, ты меня каламбуром, а я тебя каламбуром. Да. Вот, значит, вот это естественное такое состояние. Здесь этого нет. Да, здесь люди, наверное, более спокойные. Не совсем может быть правильное слово, они иногда более инертные. То есть, если люди фокусируются на теме разговора, они внутри этого разговора, а не внутри контента, они не переходят на личность. Да, на самом деле, и там тоже было неприлично переходить на личность собеседника. То есть, есть какой-то разговор. Ну, мы говорим о Тимже. Мы, если мы начнем на другую переходить, то мы ведем в ситуацию сам дурак. Это тоже разговор определенного уровня. Для меня это было немножко... Дело в том, что я не пользуюсь YouTube, у меня нет канала, я не смотрю ничьих каналов. И вот этот, мне один из друзей позвонил, говорит, слушай, ты стал звездой YouTube. Я говорю, да и пошел ты. Я забыл, что был разговор про этот Астон. Он говорит, слушай, тебя Миша снял там всякое... Я говорю, ах да, было дело, пришли мне линк. Когда мне прислал линк, я посмотрел. Во-первых, я первый раз себя увидел from outside, ужаснулся. А что? А потому что я себя... Expectations были. А-а, я уже привык. Вот, для меня это было немножко шоком, это первый раз, да. И потом, когда я начал читать комментарии, я получил большое удовольствие. Это я еще много удаляю. То есть, для меня это был, на самом деле, интересный новый экспириенс, потому что такого не было у меня, да. Знаешь, возвращаясь вот к разрешено-неразрешено и так далее, я вспомнил какой-то, я смотрел там сюжет, и это было начало 90-х. И вот Эдуард Хиль, такой известный певец... Певец был. Певец был, да. Ну, он уже более старшего поколения. И вот этот вот там вокальный дуэт «Академия». Знаешь, там, отказала мне два раза, не хочу, сказала. Ты вот такая вот, зараза, девушка моей мечты. Ну, короче, вот... Слова гениальных убийств. Слова гениальных убийств. Понимаешь? Он не исходил из концепции, что все, что не запрещено, все можно. Да. Понимаешь? А кто позволил? Он, как человек вот той закалки, он говорит, кто позволил? Гениальный пример, почему мы здесь, а не там, правда? Ну, я бы сказал так, это такой бонус дополнительный. То есть, когда ты уже оказываешься там... Здесь. Или тут. Здесь. То ты начинаешь потихонечку получать какие-то такие дополнительные бенефиты от того, что ты здесь оказался. О которых ты не думал. О которых ты не думал, не ожидал там и так далее. Вот кому-то там цветы пахнут. Есть еще, слушай, у меня был потрясающий парень. Закончил мифи. Ему 30 лет. Он project-менеджером работал. Такой громадный, красивый парнище. И он... Я их встречал в аэропорту, значит, и они тут так недельку погуляли. И он пришел учиться. Ну, я с ним видео сниму. Значит, такой сюжет у меня был там из пяти этих самых... Фильмов. И я говорю, ну как первые впечатления? Он говорит, ты знаешь, мы с женой ходим. И вот у нас один вопрос только. Он говорит, кто позволил? Я говорю, что позволил? Он говорит, ну вот это все, кто позволил? Я говорю, что? Он говорит, ну как что? Вот ходят люди, у них лица довольные. Они какие-то такие совершенно... Вот так, кто позволил вот так, чтобы люди жить могли? Кто позволил? Гениально. Понимаешь? Да. И так вот. Гениально. Абсолютно. Вот это и есть ответ на вопрос по поводу искусственной улыбки или неискусственной ненависти, да? Да. Я считаю абсолютно гениальным ответом. Абсолютно правильным. И я хотел немножко поменять тему. Я просто внутри себя ржал, когда прочитал пару дней назад, что вот открыли Крымский мост, и великий президент великой страны, первый сев на КамАЗ, проехал по этому мосту. Я не понял. Зачем на КамАЗ-то? А что у него это... С собственным личным примером, да? За руль КамАЗа сел? И Путин на КамАЗе проехался по Крымскому мосту. Путин сел за руль КамАЗа? КамАЗа и проехался по Крымскому мосту. Но вся комьюнити выступила потом, что во-первых, стали спрашивать вопрос, а есть ли у него разрешение в правах, а второе, все обратили внимание, что он не пристегнулся ремнем. И он поехал не пристегнутый ремнем. То есть, как все. Вот. И дошло до того, что официальные власти должны были давать объяснение. Вначале выступил Песков завод, который у него не личный секретарь, а пресс-секретарь. И сказал, что у Путина есть в правах вот эта группа, позволяющая водить грузовики. После этого через день или через два выступает, у них не ГАИ, сейчас называется оно по-другому, много букв там, в общем, меня простят люди. Я назову, вот-вот-вот, дачи, ГИБДД. Выступал начальник ГИБДД с объяснением, почему Путин не пристегнул ремень. Потому что, оказывается, публичного движения по мосту еще не было, его открыли на следующий день в 5.30 утра, поэтому Путин мог поехать без ремня. Посмотрев, прочитав это, я так глубоко улыбнулся, что, ребята, не может быть в стране порядка, где первое лицо страны показывает неуважение ко всем правилам, а потом весь административный ресурс выступает в защиту того, что он сделал. Я тебе скажу такое, по сравнению с тем, что наш себе позволяет, это такая ерунда, что даже смешно говорить. Не знаю, потому что позволяет все люди, но если наш себе что-то позволяет, находится тут же 150 адвокатов, которые подают на него в суд и через суд, который реально, я верю в то, что наш суд является независимым, принимает какие-то решения, кто был прав, кто виноват. Ну, не обязательно суд. Ну, я условно говорю, что... Нет, он делает вещи, которые просто неприличны. Там, допустим, сказать, что судья федеральный принимает решение там в его кейсе против него, потому что он мексиканец в третьем поколении, а этот вот хочет, значит, там построить забор вдоль мексиканской границы. Это уже настолько низко, что... Грязь, Миш, Миш, грязь здесь везде. Это настолько аморально и настолько мерзопакостно, что сравнивать, что он там не пристегнул, там никто не пристегнул. Вот, я говорю не о том, что... Он народный человек, персонаж, он из народа. Правда, правда. Органы всегда с народом. Я просто к тому, что если мы хотим требовать или, во всяком случае, мы ожидаем уважения к законам и правилам от других, то было бы неплохо, если бы мы сами подавали этому пример. Да, хочется. Вот. Подавать пример. Это, на самом деле, отвлекся от темы, просто я долго на эту тему улыбался. Конечно, после этого половина людей в России не будет пристегиваться ремнями. Конечно, гигантское количество аварий, конечно... Да они и без него не пристегиваются. А если бы он пристегнулся, они бы стали, что ли? А это еще дополнительная негативная волна. Сколько бухих за рулем? Да огромнейшее количество, я думаю. Ну, так а чё? Ну, это неуважение к порядкам, к законам. Но, с другой стороны, в Америке же тоже не уважали, правда? Рублем на конкур. Нет. Рублем на... А ну, тебя поймали пьяненьким сегодня, чем тебе это грозит? Ну, надо сказать, здесь, независимо от должности, если тебя поймают, тебя штрафанут. Нас на должность не посмотрят. Независимо. А как судят всех великих наших миллиардеров, да? Или баскетболистов, который побил там свою гёрлфренд, и она на него заявляет, и ему дают три года тюрьмы, да? А Марта Стюарт, которую посадили, правда, миллиардерша, женщина номер один в Америке. То есть, здесь закон, если он есть, он работает не выборно на кого-то, и купить его деньгами нельзя. Ну, на самом деле, мы пришли вот куда. Мы можем долго разные параллели проводить, но, в общем-то, всё-таки есть в истории человечества несколько общественно-экономических формаций, которые наследуют друг друга. И мы сейчас живём одновременно, вот мы кое-где видим там, допустим, общественно-первобытный такой строй, да? Где-нибудь там племена в Африке или в Австралии вот живут, они живут в первобытно-общинном строе. Есть общества, которые живут, я насчёт рабовладельческого не уверен, но вот, например, в феодальном... Феодализма полно пока. Очень-очень много. Дальше есть такое типа современное и чуть ли не капиталистическое, но абсолютно феодальное. Или, скажем так, преимущественно феодальное. И я к этому типу отношу Российскую Федерацию. То есть, а все отношения и так далее, всё абсолютно феодальное. И экономика тоже. Так они по определению, на самом деле, феодализма, Россия по экономической и политической системе, независимо, что они себя деклэр, да, как демократическая страна с выборами, значит, по теории определения политической и экономической системы они находятся в спознении феодализма. Там феодальная экономика, там феодальная политика, там во-вторых, у нас всё феодальное. И фактически со всеми плюсами и минусами. Есть, да, патернализм такой, то есть, как бы ты вроде присмотрен, и вот крепостной присмотрен у барина. Понимаешь? Он, крепостные, для них это трагедия была, когда всё развалилось. О-о-о, а вы не знали, что делать, и через три дня вернулись все к своим боярам, возьмите меня обратно. Сейчас то же самое, когда вроде говорят, свобода, а зачем? Не надо. А что с ней делать? Вот, и получается такая, что Америка, она, как бы, наверное, наиболее капиталистическая из всех, где и проблемы, и достоинства капитализма, как бы, они так и довольно выпуклые. Поэтому, фактически, наша беседа о том, что почему ехать и зачем ехать и так далее, она сводится к приоритетам, что человеку ближе, вот как бы, вот этот... Какая система? По корнализму феодального общества с ограничением твоих возможностей, но, как бы, с включением тебя в систему, где, если ты хорошо себя ведёшь, то ты, как бы, в системе. Или капиталистическая, где ты предоставлен сам себе, и люди говорят, посмотрите на них. Он же сам всё должен. Но многие не могут жить в феодальном, потому что он хочет сам, а ему не дают. Ему, говорит, ты должен вот стоять втрою. Миш, это о чём говорит? Первое, что независимо от страны, да, и системы, и уровня свободы, и защищённости в этой системе, номер один, если ты писаешь против системы, любая система тебя уничтожит. В России или в Америке, здесь то же самое, нельзя против системы писать. Ребят, поверьте мне, я пробовал, не получилось. А что ты можешь тут сделать против системы, чтобы она тобой занималась? Нет, что ты можешь, если ты являешься реальной угрозой для системы, да? Ну, как, например. Ну, примеры могут быть связаны с сознанием, с владением какой-то информацией, например, тот же СНОД. Да, это же просто, он по статье идёт, это же прописано. Так, другой вопрос, что, вы понимаете, можно же статью или применять, или не применять. Я к тому, что, я говорю на более высоком уровне, что против системы не попрёшь. Надо найти систему, которая тебе больше подходит. Идеальной системы не бывает. Абсолютной свободной демократической страны не бывает. Демократии не может быть полной в стране, если там есть полиция, армия, social security number, суды. Правда? Потому что это уже те механизмы, те аппараты, которые создают на тебя давление и откусывают каждый из них потихонечку от твоей свободы. Поэтому абсолютно свободной страны или абсолютно демократической страны. Хорошо, что и суды полиция. Иначе бы от нашей свободы откусили не созданные народом какие-то органы. Это другой вопрос. Согласен. Потому что, я к тому, что, наверное, абсолютно свободной страны не существует. Везде есть какие-то ограничения, limitations. В разных странах они, наверное, в разных, я не хочу говорить где-то больше, где-то меньше, они, наверное, в разных направлениях, скажем так. И поэтому каждый человек для себя должен выбрать ту систему, в которой ему будет комфортно, в которой он может себе создать зону комфортно и мейтейн эту зону комфортно, да, в которой он будет жить в мире с собой. Для кого-то это будет Россия, для кого-то это будет Киргизия, я отношусь к ней с большой любовью, для кого-то это будет United States, да, Канада, ну и так далее, тому подобное. Нет идеальной страны. Опять, есть много людей, которым здесь плохо. И есть люди, которые на сегодняшний день счастливы в России. И слава Богу, и дай Бог, и это замечательно. Это все говоря о том, что надо делать, да. Каждый сам себе должен индивидуально ответить на этот вопрос, насколько ты себя можешь вписать. Что ты хочешь в жизни? Зачем ты пришел на эту зону? Ну, это уж слишком мудро. Иначе ты в долгосрочном плане, ты не придешь туда... Ну, Миш, построй дом, посади дерево. Нет, 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 не в этом деле. Но, безусловно, мы в советской системе живем, мы тоже как-то самореализовывались. Ну, просто масштабы были более узкие. Кому-то удавалось. А для кого-то самореализация, да, это система индивидуализма, которая была одна из самых страшных средов в Советском Союзе. Воспитывали в коллективе, в садике, в школе. Нас воспитывали не в коллективе, не в садике, не в школе. Нас воспитывали в стаде. И мы должны были быть в стаде. И если ты вдруг в стаде становился белой овцой, то ты немедленно становился фредом для общества. И рано или поздно, в большинстве случаев, это приводило к определенным последствиям. Эти люди, они находили какой-то способ жизни, такой неконфликтный. Они, допустим, работали в кочегарке. Были пьяницами. Нет, нет, отдельные пьяницы. Пьяницами были. Дело в том, что интересная мысль в том, что Советский Союз был построен на стадности. А вот, например, моя точка зрения, что Америка построена на индивидуализме. Конечно. И вот это коренная разница. И сказать, что система, построенная на индивидуализме, лучше, чем стадности, абсолютно нет. Просто кому-то надо быть в стаде. Правда? Она. Кому-то надо быть пустухом. Капиталистическое. В капитализме личность. Получает больше свободы, больше возможностей, прав и так далее. Капитализм. Капитализм. Значит, побеждает феодализм. Просто в силу того, что он позволяет создавать больше материальных всяких благ. И если мы посмотрим на относительно живые еще, допустим, феодальные страны, доминирующие феодальные, то они живут просто за счет разбазаривания национальных ресурсов. В том числе? Расхищение. Нет, а что в том числе? Вот Саудовская Аравия, например, абсолютно феодальное государство. Полно феодальное. За счет чего оно живет? Иран за счет чего живет? Ну, правда, смотри. Забери у Российской Федерации доходы от нефти и газа. Во что превратится страна. Даже сейчас по низким ценам. Но если сравнивать их, например, с той же Саудовской Аравией, то те хоть стараются строить стоэтажные отели, я утрирую. Для того, чтобы они правильно вкладывают деньги, чтобы когда нефть кончится, хотя бы создать инфраструктуру. Там есть преемственность власти, там королевская система. Они существуют в рамках... Да, вот преемственность власти не из-за деки. Ну, конечно. Эти же беспредельщики, я тут сегодня сделал, у него дальше ничего нет. Да. Поэтому получается такая история. Значит, феодализм сегодня существует только на ресурсах, ничего больше нет. А как еще жить? Поэтому капиталистическая система побеждает. Значит... Ну, опять-таки, конечно, капиталистическая система побеждает. Но пойнт заключается в том, что нет идеальной системы. Есть и здесь люди, которые несчастливы. Есть американцы, которым здесь не нравится, потому что они были рождены не в своей системе. То есть им бы хотелось жить в чем-то другом. Им капитализм не нравится. Надо им дать возможность там пожить, чтобы они хоть как-то... А это я всегда их подкалываю, что, ребята, я говорю, вы жалуетесь на свою жизнь, что на самом деле хорошо, потому что у вас нет экспириенса сравнения разных систем. Если вы хотите немножко начать благодарить свою систему и сказать ей спасибо, ребята, поезжайте в Камбоджи, поезжайте в Вьетнам, в Лоу-Моск. Я хочу сказать, что вот вы, которые там... Обама вам сильно не нравится. Я не хочу сказать, что Обама там сильно хорош, но... Дело не в том, что вам не нравится Обама, дело в том, что вам нравится вот этот. Но вопрос в том, что... А вы поживите. Вы поживите не с нами либералами, а вы поживите вот с теми, где там 80-90% с ним. Вы не захотите там жить. Вы предпочтете жить с нами тут либералами, чем вот с этими вот, которые там в западной вержении на шахте работают. И вам не захочется там. И для которых вы уж ничуть не лучше мексиканцев нелегальных. И это правда. Это на самом деле интересный момент о том, что есть несколько штатов, которые по своему менталитету остались южными штатами, даже после гражданской войны. Правда? Есть штатов, которые... Кроме южных. Да. Я имею в виду менталитет южных штатов до начала гражданской войны. Я бы даже не сказал, что в отношении, скажем, черных. Но есть село. Вот есть село. В этом селе мы все друг друга знаем. Ты можешь приехать в это село, допустим, это не южный штат, допустим, это какой-нибудь Огайо, который не южный. Но вот ты приехал бы, этот Огайо, из Техас. И с тобой никто не дружит. С тобой ты чужой. На самом деле, Миш, Миш, Огайо и Техас, они будут... Они найдут общий язык. Хотя одни марморные, вторые стрелки. Нет, нет. Стоп, стоп. Это юта марморные. А, юта, юта. Вы сказали Огайо, а юта. Но вопрос в чем? Они найдут общий язык. Если рядом буду я, если рядом будет черный, если рядом будет азиат, если рядом будет мусульманин, то они, безусловно, найдут общий язык против нас. Есть другой пример. Я перебиваю, потому что считаю, что это важно. Если я поеду в штат Вайомин, мне будет очень тяжело найти общий язык с ними. Но не потому, что рядом нет русского или араба, или китайца, или мексиканца. А потому, что нет рядом автомата. А вот если я пришел к нему, и у меня есть автомат, он ко мне относится с уважением. За что я очень люблю штат Вайоминг. И для меня Вайоминг был бы идеальным местом ретармента, если бы не климат, в котором невозможно жить. Вайоминг единственный штат, где нет ограничения на оружие, и у них постоянные проблемы с федералами из-за этого. Они единственные, у которых разрешено полностью автоматическое оружие. Я думаю, что среди людей, у которых есть автоматы, тем не менее, есть такие, которых мы любим, а которых мы не любим. Мы не любим. Они откуда-то приехали, у них какой-то драный акцент. Согласен. Они не... Просто Вайоминг, кстати, это к тому, что Вайоминг реально белый штат. Туда никто не хочет ехать. Там он по населению так же, как Рудайл. Там работы просто нет. Практически. Ну, там и парочку заводов, но работы нет. Хай-тека, ребята, QA там нет. Скажу вам сразу. Климат там сверх жесткоконтинентальный. Тяжелый климат. Очень серьезное холодное лето. В горах они с ветром. Короткое, жаркое, тяжелое лето. Мы ехали из Чикаго в Мишиган через штат Индиана. Ехали на машине. Зимой? Октябрь был. Хорошее время там. Яблоки, виноград. Шикарное время. Мы просто проезжали через Индиану. И там был какой-то городок. И Светлана моя увидела там у себя на телефоне, что там какая-то с очень хорошим рейтингом. В Йелпе. Какая-то столовка похожа. Мы съехали с хайвея. У меня было такое ощущение, что мы оказались где-то в Москве моей молодости. Там есть такие районы между Яузой и Москвой-рекой, где какие-то склады, где какие-то цеха. Проут-центры. То есть, печок такой, знаешь, в состоянии не то что полуразрушенном, но не присмотрен. Знаешь, непорядка, ничего. Какая-то грязь там все такое. Жуткая. Такой жуткий, индустриальный, из фильма ужасов такой пейзаж. И мы едем среди этого всего. Я вообще не понимаю, куда мы попали. Какие-то бетонные заводы вокруг какие-то. Арматура со всех сторон. И дорога такая, знаешь, не дорога, а чуть ли не грунтовка такая. Ну, в общем, ужас. Мы едем, 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 недолго, минут 10, подъезжаем к этому месту. Ну, то есть, это место, это я даже не знаю. Ну, в общем, встали, как-то мы там встали, зашли внутрь. И там вот, вот с размером с эту классную комнату, значит, там такой ресторанчик, такая девушка, как из фильма в 30-х годах, значит, там бегает обслуживать. То есть, и порции, вот такие порции, там, ты вообще, ну, непривычно, все это непривычно. Самое главное, это люди. Значит, люди там с цементного завода, работяги, они пришли покушать. Они их каких-то в своих формах, там, ну, не форма форма, а так, знаешь, такие толстые из брезента, в касках, какие-то в металлических кольцах, тут у них со всех сторон присобачено, там, я не знаю, какие-то такие. Или, там, литейный завод, или из разных заводов. Наиболее приличный вид, там было двух парамедиков, которые заехали, еще там пара полицейских сидел. Миш, ну, в Америке тоже есть работе класса. Конечно, конечно. И я хочу сказать, вот такие лица, вот такие руки, вот такие тарелки у них. И я, значит, так, я даже вот как-то, они симпатичные, по-своему, я даже, в общем, первое время сомневался, не отнимут ли у меня камеру, но, в общем-то, никто на меня внимания особого не обратил. Никому вы там не нужны. Нет, нет, но я хочу сказать, что вот, несмотря на, так сказать, стопроцентную белость, так сказать, присутствующих, нигде в Америке никогда у меня не было желания так быстро сбежать, как вот оттуда, например. Так вот, Миш, они Америка, а они нет. Это пожалуйста. Но вот вы, как бы, всякие русскоязычные эмигранты, которые, значит, говорите, как Америке надо жить, вот вы с ними поживите. А либералы им не нравятся. Ну, дело в том, что, Миш, вот то, как мы живем и где мы живем, мы не являемся Америкой. Ну, честно, между нами. Ну, можно сказать, что и Калифорния не Америка. Ну, она такая... Ну, Калифорния не Америка не потому, что ее отобрали в результате, аннексировали в результате мексиканской войны. Потому что мы не индианам. И не потому, что основное коренное население Калифорния – мексиканцы. Дело в том, что вся калифорнийская культура в своем корне и образ жизни, стиль жизни очень сильно отличается, скажем, от статистически американского. От центральной Америки. Да, не надо брать крайности в виде Нью-Йорка. Или Вайоминна – не надо. Или крайности в виде Техаса, да? Или Юты, которая, на удивление, до сих пор мормонская, правда? Да. Если не брать какие-то крайности, а взять какую-то среднестатистическую, усредненное понимание... Хорошо, Калифорния не Америка, Нью-Йорк не Америка, Бостон не Америка. Бостон – Америка. Вот Бостон – Америка. Я бы сказал, Филадельфия – Америка, Атланта – Америка. Окей, ну, хорошо. А Техас – нет. Как них, они часты. Их культура сильно отличается. Слишком большое влияние от среднестатистического бела, построенной, кокейжен, построенной выходцами из Европы. А Флорида – не Америка. А Флорида – конечно, мы не Америка. Хорошо. Ну, то есть мы все части Америки. Есть некая хардкор Америка. Нас там не любят. Нет. Мы туда, поэтому не едем. Вы можете попробовать поехать. Но мы там и не живем. Да, мы живем там, где к нам хорошо относится и где нам комфортно. И в этом смысле я хочу сказать, что если бы не Америка либеральная, то мы бы здесь никогда не оказались. В том смысле, что нас мы сюда просто не пустили. Ну, наверное. И та иммиграционная реформа, которая в 1966 году была сделана Эдвардом Кеннеди и другими либералами при президенте Джонсоне, так я понимаю, который был большой либерал, чуть ли не коммуняка. Вот когда они сказали, мы не будем больше вот так, как раньше, давать преимущество там белым, причем белым из Скандинавии, Великобритании, на втором месте там какие-нибудь белые второго сорта, а уже там на десятом месте, значит, там китайцы и там и так далее. Они изменили эту систему. И вот мы здесь благодаря этому. И страна представляет из себя то, что представляет, благодаря тому, что 60 лет назад это произошло. Ну, на самом деле процесс идет более 60 лет, но просто до этого он шел с какими-то пробуксовываниями, потому что не было у него суппорта государственного со стороны равенства, скажем, всех цветов кожи. Потому что вспомните тот же Миссисиби в 50-х, 60-х годах и куклу Ксклан и все остальное. И ведь это было совсем недавно, это в цивилизованной Америке было. Это ушло с поколением, для которого это было нормальным. А сейчас мы имеем поколение, вот у меня Саша моя 11-летняя, мы с ней там обсуждаем какие-то вопросы, и вот в частности у нее претензии к белым, которые, значит, поубивали много индейцев, у которых была своя культура, своя жизнь там и так далее. Как же ей промыли мозги в американской школе? Как же демократы мозги ей промыли? И вот я начинаю, значит, разговаривать на эту тему, вот, ну, и она как бы слушает. Но во время там 10-минутного разговора она там 8 или 10 раз поправляет меня, когда я говорю индейцы, она говорит, не индейцы, как она, на этих американс. То есть, как бы, у них теперь, видимо, такая политкорректность, что их уже нельзя индейцами, что ли, называть? Я этого не видел, я не видел этого. Миша, Миша, на самом деле это доходит из состояния маразма. Ну, не суть, но я хочу сказать такую вещь, что мне в целом больше нравится, больше нравится, чтобы они говорили, там, скажем, на этих американс, чем, например, говорили бы, что они вообще не люди, и, собственно, мы, и так далее. На самом деле не важно называть индейцы или нейтивы, да? Ну, индейцы как бы из Индии, как бы, получают. Это для нас. На самом деле для, у американцев этого понимания нет. Американцы индейцы. Индейцы центральной Америки, да, Американ и индейцы, потому что это совершенно другие в центральную. Индейцы Южной Америки, да, вот где Бразилия. Ну, просто само слово индейец произошло по ошибке. Да, оно произошло по ошибке, но в нашей ассоциации русскоговорящих, для нас индейцы означает... Они хотят подчеркнуть, что были какие-то вот люди, которые здесь жили, и жизнь которых была изуродована нашествием европейцев. Вы это слышите? Да, все. Да. А я ей пытался объяснить, как бы, экономическую схему, что раньше, вот, древний мир, он, вся торговля шла через Средиземное море, которое довольно спокойненько, там легко плавается, и все такое. А я ей про Испанию объяснял, что Испания, она, с одной стороны, в Средиземном, а с другой стороны, в Атлантическом океане. Поэтому она, как бы, вот, флот, который у нее появился. А я думаю, что объяснение будет связано с тем, что развитие общества, к сожалению, всегда происходит на... связано с угнетением одной части общества, другого части общества. И что, к сожалению, как бы нам не хотелось, это может быть составляющей развития. А это может привести к мысли, что, вот, например, абсолютной демократии, потому что определение абсолютной демократии есть, в том числе отсутствие армии, полиции. Нет, демократия равна избирательное право, там ничего больше нет. Если идти к абсолютной свободе, да, мы... Но не демократии. Не демократии, окей, согласен. К слову, к определению абсолютной свободы, оно в теории есть, это анархия, правда? И в теории анархия движения... Все-таки в той мере, в какой мы живем в обществе человеческом, мы не живем в лесу и никого больше нет, а все-таки есть еще люди. Есть. То начинается свобода, и начинается вопрос, хорошо, где твоя свобода, где моя свобода. Тогда возникает государство, и это государство, оно не является справедливым, но оно... Оно не может быть справедливым по суду. Оно не должно тебе, не должно. Вот так же, как суд. Судить его... Суд это не то место, где тебе говорят, что ты прав. В суде торжествует не справедливость, а закон. И надо сказать, что вот в английском языке слово «частис», да? Оно абсолютно другой смысл имеет. То есть «частис» — это по закону. А у нас «частис» — это закон о несправедливости. А у нас «справедливость». У них и закон о справедливости одним словом. В суде нет справедливости. В суде есть закон. Нравится, не нравится. Но это лучше, чем... Это лучше, чем... ...что закон может отличаться от справедливости. Абсолютно. Это две вещи, которые... Да. Вот. Самое главное, что справедливость в большинстве случаев субъективна. Закон должен быть всегда... А в английском языке одно слово. Вот так вот. В прикиде... Все, друзья, мы с вами... Я вспомнил. Я, наоборот, на Бондарчука похож. Ребята, давайте свои комплименты на кого я считаю. А я на Шервинта. Да. Ну, конечно, уже рожа... Как так дальнего плавания. Была такая рожа, был на Шервинта похож сейчас. Ребят, спасибо вам большое за то, что вы слушали то, о чем мы тут с Мишей говорили. А еще бла-бла-бла. Да. Мы отправляемся в дальнее плавание. Сначала в Европу, потом вернемся. И будем дальше осваивать просторы Ютуба. Ну, конечно, уже заб hammered. Вот так. Спасибо.